Нас в Испании встречают Какой мощный Испания, Барселона Это то, что я вам рекомендую Вот это красиво Это как домашние бабушкины пирожки Это безумно вкусно Давайте в инстаграме мы выложим фотку с конкурсом, и вы там пишите в комментариях Я думаю, офигеть Ребят, мы сейчас должны лететь на вертолете Настя страшно, она плачет Настя, ты чего? Настю Ну я не хочу Ну почему? Ну мне страшно, я тебя прошу, не надо Да полетели, ты со мной же Не бойся Маленькая Если бы погода была хорошая, я бы не боялась Да нормальная погода, но только что ребят полетели Это видно, как несет вертолет в бочину Да это он так полетел специально Нет, не специально Специально я тебе говорю Настя, это же вертолет Вот он, он стоит Любой Кстати, удобно, мы сошли с корабля и буквально 300 метров и вертолет Мы летим в гости к Жене К Сашиному другу Нормально нас в Испании встречают С корабля на бал называется Говорят, барана жарят Саши там Да, сейчас поедем, барана есть Ничего не бойтесь, он летел мягко Чего ты мне рассказываешь? Вообще, это ты ей рассказываешь Все нормально? Все супер Как думаете, для чего эта красная ниточка? Для того, чтобы ориентироваться в пространстве, когда плохая видимость Да, Настя, если даже откроется, ничего страшного Ей веревкой привязываю Ну как, понравилось? Ты первый раз в жизни летала? Нет А когда ты еще летала? Еще в Сочи Ну здесь поприкольнее, да? Да Круто Настя, это просто как такси, понимаешь? Только летает Ну ко всему надо привыкнуть мне Я такой человек, понимаешь? Я не могу, вот Я не сразу привыкаю, ни к чему Это же просто вертолет Ну вот я такая Помнишь, как я на аттракционах боялась первый раз? А сейчас прям вертолет Вообще изи Я сейчас на аттракционах Только дай мне вообще волю Самый страшный аттракцион Это когда падаешь вниз Под действием силы тяжести В невесомости И тогда у тебя инстинкт самосохранения максимально проявляется Вот у Насти Он не проявляется вообще на таких горках Она готова Я один раз прокатился и сказал Все Слишком я уже старый Вау Вот это красиво, ребята Ух ты какой мощный Красавец Смотришь, он зашит кузов на его пробу А чаш, как пахнет вкусно А это молодой же получается барашка? А нет такой специальной штуки, которая крутится? Ну есть электронные такие Но это же без души Да, это туда Он тогда не будет таким вкусным Красота Ооооо. А-ооо Хорошо А-а-а Ха-ха-ха Бери-бери-бери Молодцы, спасибо Круто Выглядит просто нереально. А ты что? Дай попробуй. Когда Женя мне сказал, что Саня, что ты любишь? Я говорю, барана. Он говорит, сейчас сделаем барану. Я не думал, что будет настолько круто. Он сказал, что он девочек не видел этот баран. Вкуснотища. Пока баран горячий надо есть. Это безумно вкусно. Я не стал снимать, как мы все это едим, но закончилось все тем, что я просто стоял и ел отсюда, потому что туда-сюда ходить невозможно. Это лучший баран, которого я ел когда-либо. Женек красава. Не обманул. Итак, ребята, мы в Барселоне. В каком-то бутик-отеле. За 130 евро. Заходи. Обычно на входе туалет. Вот. Уютненький отельчик, да? Классно. О, смотрите, какой у нас вид. Барса. Мы прямо в самом центре остановились. Красиво. А вот так, смотри, сделай. Классно. Мне нравится. Это Барса, и мы сейчас покажем, что здесь можно сделать в дождливую погоду. К сожалению, нам не повезло. Здесь солнце, практически круглый год. Но почему-то, когда приехала Настя первый раз в Барселону, идет дождь. Где-то она нагрешила. Что, ребят, покажем вам сейчас Барселону именно в дождливую погоду, чем здесь можно заняться. Да, вообще такая дождливая погода, шикарная погода. Честно говоря, мне кажется, это такой насыщенный город, насыщенный архитектурой, насыщенный людьми, какой-то такой энергетикой. Но у меня первое впечатление очень хорошее. Здесь красиво. Цветовочки. Здесь все сделано для того, чтобы люди гуляли и кайфовали. Смотри, как здесь классно. Очень много велосипедов и электросамокатов, то есть электромопедов. Вы можете их спокойно брать. Здесь очень много парковок разных. Теперь я буду знать, куда я захочу поехать, если я захочу куда-то поехать в Европу. Мне нравится в Лос-Анджелесе, Барселону, два любимого города. Чёрные здесь продают марихуану. Они говорят, hi guys, кофешоп, hi guys, кофешоп. Они говорят, hi guys, у меня все nice. Здесь, кстати, разрешена марихуана на специально отведенных местах, которая называется кофешоп. Вы можете прийти, если у вас есть такой член, клиентство клуба, марихуану. А то вы можете спокойно купить. Какая же Барселона без, хотел сказать, устриц? А ты же понимаешь, что это все едино. Ребят, может быть, кто-то меня помнит по Happy in Spain. Так вот, мы расширились. Теперь мой проект это не только индивидуальные экскурсии, прогулки, поездки, полеты и скалолазания. Это еще 15-15. И мы сейчас есть в 33 городах. Ровно в 15-15, всегда в 15-15, начинается эта прогулка. Почему 15-15 стоит 15 евро? 15 человек максимум, 15-15 стартует. То есть концепт на самом деле классный. Она формата, что вы не с гидом гуляете, где очень все скучно, нудно. Вот это перечисление бесконечной дат. И все такие уже зевают. У нас другое. У нас прогулка с местным. То есть вот я, моя подруга, которая здесь давно живет, мы гуляем и показываем вам всякие фишки. Где самый вкусный вермутт, где самая вкусная паэлья. Рассказываем вам про реалии города. Мы первым делом пришли на рынок. На сегодня воскресенье он закрыт. Но Вероника говорит, что это абсолютно не важно. Можно спокойно... Прийти в Джоэль. Да, прийти в Джоэль. Это как раз находится прямо на входе в... Да, можешь показать. Вот Рамбла перед нами. И вы, получается, заходите не с центрального входа Рамбла, вы заходите с первого входа Рамбла. Через черный вход. Который ближе к Каталунии. Через, получается, его правый вход. И сразу видите Джоэль. Кстати, кто смотрел фильм «Французские маленькие секреты», там про Джоэля. Он играет там самого себя. Он действительно живет во Франции. Приводит сюда эти устрицы. И в фильме вы увидите Джоэля, который здесь работает. Реально, если бы я жил в Барселоне, я бы спился и сбухался. Вероника поэтому говорит, что у них завтра начинаются 10 дней детокса, потому что постоянно соблазны, постоянно хочется съесть устрицы и выпить. Это очень вкусно. Мы пришли в какое-то заведение, нам Вероника рассказала про это место. Вероника знает все самые такие, как она называется, аутентичные заведения в Испании, в Барселоне. И нам принесли просто тарелку перца. Во-первых, начнем с того, что когда мы сюда зашли, мы увидели официантов с тарелками. И я поняла, что это то место, куда нужно обязательно вам приехать. Ребята, нам принесли перец. Я не думала, что перец может быть таким вкусным. Я никогда не ел вкуснее перца. Это просто перец с морской соли, жареный. Он копченый в масле на гриле. Это просто нереально. И багет с оливковым маслом и с помидорами. Это жареная картошка с осьминогом. С осьминогом. Капец. Я думала, я пробовала все. Вероника, спасибо, от души реально. Будете в Барсе, в масле прям номер один куда-то надо прийти и объесться просто от пуза. Настя, посмотри сюда. О, господи. Ну что, ребята, тряхнулись. Это лангустины? То же самое, что раки в России. Они даже в пресной воде, по-моему, водятся. Капец, на какой сумме был шок? Учитывая то, что до этого мы поели устриц на 180 евро, да? Давайте так, да, подписывайтесь на инстаграм, в комментариях пишите, какая сумма. Кто будет ближе всех, то мы подарим бесплатный ужин здесь на двоих. И еще. На троих, на стройбол. У нас было трое, а сейчас мы должны перечислить, что мы выпили. Илюха выпил три бокала белого вина. Я выпила один бокал красного вина, Саша выпил три пива. Мы заказали перцы, анчоусы, помидоры, осьминога с картошкой. И морепродукты. Огромную тарелку морепродуктов. И панакотто, десерты каждому. Если вы не сможете сюда приехать поужинать, то мы просто вам отправим на карточку. Давайте в инстаграме мы выложим фотку с конкурсом, и вы там пишите в комментариях. Я думаю, офигеть. Ребят, вот видите эти флаги? Это флаг Каталонии. Каталония очень давно хочет отмениться от Испании. Потому что Испания их кормит. Да, потому что Каталония – это юг Испании. И она кормит всю остальную часть Испании. Потому что у них виноградник. Каталонцы даже не считают себя испанцами. Да, и они считают, что они хотят быть отдельным государством. И все денежки, чтобы были у них внутри. А остальная часть Испании кормила себя сама. Испания, Барселона – это то, что я вам рекомендую. Это просто по эмоциям вы будете все время ходить. И вас будет зашкаливать от еды, от атмосферы, от архитектуры. В общем, у меня на первом месте. И теперь, наверное, Испания с Римом делят. Абсолютно. Барселона и Рим делят у меня первое место. Да мы не будем уезжать. Здесь так классно. Мы сейчас пойдем, покажем вам, как выглядит на самом деле та страна, которая строила непосредственно сам Гауди. Нет, ничего. Этому новому современным архитектору все равно все равно будут говорить, что это собор Гауди. Поэтому представляешь, каково этому новому архитектору это делать просто работу, зная, что он уже не будет таким прославленным. Все равно это выглядит, вот, если сравнить с той стороны, это совершенно, конечно, другая тема. Ты понимаешь, что когда ты строил Гауди, всех этих кранов не было, всего этого не было. Да. В этом вся фишка была. Я ничего такого в жизни никогда не видела. Я, конечно, читала много, много слышала. Мне больше всего нравится то, что с одной стороны современная Саграда, а с другой стороны Гауди, которую строил. И я могу вам сказать, что это можно сравнить так, как вот то, что Гауди строил, это как домашние бабушкины пирожки. То, что руками сделано. А то, что с обратной стороны, это пирожки, которые на заводе испекли, понимаете? Здесь реально целая история в этом рисунке. Знаешь, такой цвет уже, он почернел с годами. Где-то обшарпались стены. Из-за этого он стал еще более красивым. Смотри, какой красивый закат. Да, пойдем туда. Место вообще офигенное. Слушай, ну Испания, это... Почему все люди хотят ехать в послание путешествий в Доминикану, например? Или там куда-то? Почему они в Испанию не поедут? Смотри, как здесь круто. Смотри, какая красота. Офигеть. Настя меня заставляет снимать видео, ребят. Я иду, кайфую. Вообще не хочу ничего снимать. Настя говорит, давай. Ты же раньше таким не был. Давай, снимай, снимай. Так что, благодаря Насте вы смотрите этот выпуск. Эль Националь. Это очень классное место. Здесь сразу около 2000 человек одновременно кушают и пьют вино. Это лучшее место, куда можете прийти и поесть хамончик. Клево? Да. Слушай, атмосферно. Я, кстати... Это что-то типа фудкорта, только это такой прям фудкорт красивый. Ребят, хотите в Испанию? Это... Вот я вам могу гарантировать, что такая поездка вам точно понравится. Здесь можно и вкусно покушать, и красивые места увидеть, и море, и люди, и атмосфера. Ребят, существует два вида хамона. Дорогой хамон и крутой хамон. Это иберика. Он считается более дорогим, потому что свиньи едят определенные... Желуди только, они сидят на определенном питании правильно. Там и дорогой инжир едят. Да, они... Нет, они очень правильно питаются. Соответственно, перед тем, как выпускать берегу на рынок, производители очень сильно проверяют, проверяют этих свиней. Если, не дай бог, они найдут какие-то там антибиотики или еще и гормоны роста, при помощи которых этих свиней выращивают, их лицензии сразу лишат. И отличить его можно по черному копытцу у свиньи. То есть у свиньи, когда вот подвешены вверх вот так, у них копытца черного цвета. В Испании вот все как-то сделано, дорого, со вкусом. Это нереально. Боже, как здесь круто. Я теперь понимаю, почему люди покупают здесь русские дома, все в Испании. Это же так много. Я понимаю, почему так влюбляются в Испанию. Просто потрясное место. Просто потрясное. Приезжайте. Если вы посмотрите Барселону, вы вообще не пожалеете. Это вам гарантирую. Это город, с которого мне сейчас так не хочется уезжать. Я просто вот еду, и у меня ж ком в горле стоит. Я просто молчу. Саша, не выделываю мозги, но это просто очень красивый город. Я в него влюбилась буквально.